Привет, непрофессионалы и дилетанты! Меня зовут Александр Бубнов, мы продолжаем тренировать УФУ и у нас подходит к концу зимний перерыв. За это время мы продуктивно, плодотворно поработали на трансферном рынке и прямо сейчас я познакомлю вас с теми приобретениями, которые мы сделали, да, и чем мы можем, собственно, похвастаться. Нашу команду в этот перерыв зимний пополнило много игроков, много игроков ушло, но обо всем по порядку. Владислава Пантелеева вы все прекрасно помните, он в одной из прошлых серий уже пришел и мы рассказывали о том, что он к нам за 48 тысяч пришел. Самое дорогое приобретение 1,1 миллион, но там с платежами, то есть это не сразу 1,1 миллион, там сразу около 500 тысяч мы отдали и затем уже еще дополнительными выплатами. Шамсадин Шамбиев, футболист очень сильный, игрок в Сочи, из молодых россиян, ну, наверное, самый привлекательный вариант, у него отступные стояли, поэтому нам удалось его взять. Вот, ну, чистыми 700 мы не заплатили, вот, поэтому взяли, взяли за счет этого, за рассрочку, да, но игрок может несколько позиций сразу закрывать и плюс его возраст сыграл в его пользу, да, ну, и с учетом того, что многие пожилые игроки у нас нуждаются в замене, Шамбиев был взят, плюс он может опорного сыграть, поэтому тут вопросов нет. Шамсадин Шамбиев наш кандидат, вот, мы его взяли, своих денег, я думаю, ну, он сможет их отбить. В аренду был взят Данил Луткин из Краснодара, ну, этот футболист представлений не нуждается, один из самых перспективных россиян, футбол-менеджеры, вот, уже многие годы, и поэтому на концовку сезона нам нужна высокая конкуренция в составе, хорошая ротация, и Луткин один из тех футболистов, который будет ее обеспечивать. Бруно Пачека за 170 тысяч нам достался, бразилец, 27 лет в самом расцвете сил, может сыграть на, вместо Йокича, мы Йокича и Алиева продали, вот, поэтому, и больше того, да, Йокича мы за 325 тысяч смогли Жерону продать, вот, но он уже в 500 оценивается там, но игрок хороший, и как только поступило предложение от Жероны, я выставил на трансфер, Жерона 325 предложила, я без проблем вообще им его продал, да, чтобы выручить необходимые средства. Бруно Пачека был приобретен из бригантина, но у него, он значительно быстрее Йокича, он тут также креативен в нападении, и такие игроки как раз нам нужны, которые способны всю бровку закрывать, а до уровня российского чемпионата Бруно Пачека идеально с этой задачей справится, и больше того, у него есть отличные перспективы в плане перепродажи, то есть Бруно в случае хорошей игры, если он не будет получать травмы, может уйти больше, чем за миллион, то есть за 170 тысяч это трансфер, как только мне скауты принесли такого игрока, я решил, что брать надо, ну, я надеюсь, что он нас не подведет. Фил Фоден из Манчестер-Сити в аренду, ну, Манчестер-Сити дружественный нам клуб, у них Фил Фоден был выставлен в аренду, и я решил, что такой игрок нам нужен, опять-таки, на концовку сезона, и даже тактику пришлось перестроить немножко, но один из вариантов тактики, который мы будем обкатывать в игре со Спартаком, вот как раз-таки он рассчитан во многом на Фила Фодена, во многом на Фила Фодена, это суперэлитный плеймейкер, таких игроков, такого уровня в чемпионате России просто нет, вот, а Фоден сидел в Манчестер-Сити без дела, здесь мы его возьмем, и больше того, у нас за 6 тысяч будет играть, такой вариант найти я, ну, просто не вижу больше возможностей, да, и поэтому Фил тот футболист, который усилит Уфу. Что касается ушедших игроков, помимо Йокича ушел Салатич в Горосхоперс, за 150 тысяч уже 240 оценивается, уже там он играет хорошо в этом Горосхоперсе, ну, на уровне швейцарского чемпионата, я говорю, Салатич это хороший уровень, во-первых, во-вторых, ну, он в Горосхоперсе уже играл, и эту команду знает, там ему адаптация не нужна, вот, но в 33 года продать игрока за, даже за 150 тысяч, это уже, на мой взгляд, положительный результат, да, Салатич нам помог, в этом сезоне он даже забивал, три мяча забил, да, дважды признавался игроком матча, две голевые передачи, то есть играл он неплохо, но нам необходимо двигаться дальше, нам необходимо серьезно прибавлять, да, Салатич уже прибавлять не будет в своем возрасте, поэтому было принято такое решение, чтобы продать Вилалюба Салатича. Футбол-менеджер 2019 уже доступен, и приобрести его можно даже дешевле, чем в стиле, для этого достаточно перейти по ссылке под видео, а промокод Салат Юнайтед даст вам дополнительную скидку. Дальше, Вячеслав Кротов, ротор, за него предложил 100 тысяч, он уже там получил отрыв мышц живота, но, опять-таки, да, Слава Кротов, бывший, одним из самых талантливых уродов России, да, вот, ну, перестал развиваться, женился, родил ребенка, ну, жена родила, естественно, если бы Слава родила ребенка, то это было бы, конечно, супер достижение, и я бы такого футболиста не продавал, способного родить, представляешь, он бы стоил миллиарды долларов, но, Слава Кротов, Слава Кротов, не знаю, обычно, когда футболист становится папой, это становится толчком для него, для того, чтобы, знаешь, как, чтобы сын, когда подрос, да, чтобы показать, кто такой его папа, как папа играл в футбол, да, вот у меня был такой стимул в свое время, чтобы они сказали, что папа, там, полено, над которым все смеются, да, что папа нападающий, что папа голы забивает, ну, хотя бы на уровне России, чтобы папа считался, ну, талантливым, хорошим игроком, да, бандиром, тем более папа играет в нападении, может голы забивать, ну, Слава почему-то решил, что ему это не нужно, да, и один из тех трансферов Уфы получился, что они там полмиллиона у Спартака заплатили за него, да, но больше трех мячей за сезон он так и не забил, и для нападающего это трагедия, не знаю, насколько это для Славы Кротова трагедия, но в том смысле, что мог достичь больших высот в карьере, да, в России не так много рождается классных нападающих, да, но вот в то время, как Федя Чалов там Мадридскому Реалу забивает, Слава вот решил, что решил забить на футбол, и в итоге результат вы видите, ну, перешел в Ротор, я не знаю, может быть, в Роторе ему будет какое-то большее доверие, да, может быть, ему не хватает сейчас стимула какого-то, вот, и может быть, в Волгограде он все-таки раскроется, не знаю, но мне хотелось бы пожелать ему удачи. Азер Алиев, Рэм настолько впечатлился, видимо, игрой Азер Алиева против Уфы, ну, против них, что за 1,1 миллион его взяли, ну, там Рэмна Людовик Бааль, игрок, то есть, двухлетний Гвианец, да, но он получил серьезное повреждение, перелом позвоночника, и, видимо, решили, что Азер Алиев это тот игрок, который способен заменить этого игрока, и Азер Алиев уже отметился одной голевой передачей в чемпионате Франции, ну, то есть, Азер, то, в принципе, игрок, которого я бы оставил, если бы он был россиянином, да, ну, так как он стал заигран за сборную Азербайджана, у меня, ну, видишь, у него доступная сборная, только Азербайджан заявлен за страну, все, потерял статус паспортиста, и поэтому пришлось Азера Алиева продавать в сочном порядке, но, там, скажем так, там, скажем так, Азер Алиев, может быть, и играл бы, но предложение за миллион сто, я просто выставил его на продажу, да, ну, предложил клубам, и за миллион сто сразу, причем чистыми, согласился Рен, и я говорю, ну, если вы хотите, я продам, и за миллион сто, действительно, это лучшая, лучшая наша пока продажа, но Азер сам виноват, он мог, конечно, и, скажем так, мог, нам пригодиться, если бы не взял это азербайджанское гражданство. Азамат Засеев за 14 тысяч ушел в Армавир, но у него контракт истекал, и он сам попросил отпустить его, я говорю, ну, Азамат, ты для Уфы один из, скажем так, знаковых футболистов со второй лиги играешь здесь, если, говорю, ты меня просишь, я тебя отпускаю, но он тоже родился во Владикавказе, как и я, и он, как никто другой меня понимает, и я его понимаю, вот, если Азамат хочет уйти, я не вижу смысла его удерживать, его хочет играть, а в Уфе, ну, понятное дело, что в 30 лет ему сложно будет пробиться в основу нашей команды, и поэтому, ну, уже за любые деньги, там, 14 тысяч, торговались с Армавиром, и продали его, ну, Марк Криворог, молодой, перспективный футболист, правда, с непонятной позицией, которую практически не используют в современном футболе, ушел в аренду в Сибирь, но Сибирь готова платить ему зарплату, и все-таки клуб Сибири выступает в футбольной национальной лиге, вот, а раз команда ФНЛ интересуется, то я решил, что Криворогу нужна игровая практика, пусть играет, пусть там показывает класс. Единственное, кого продать не удалось, это Александр Сухов, я пытался его продать, но никто не купил, вот, ну, конечно, для меня, ну, Сухов после первого кубкового матча против Спартака, ну, скажем так, очень сильно разочаровал, и мне пока, ну, уже 33 года, опять-таки, да, на фланге, 33 года, мне там горят, там, Занетти, это, скажу, я говорю, ну, где Занетти, где Сухов, где Йокич, где Занетти, вы понимаете, что в футболе есть уникальные игроки, которых, ну, скажем так, которых мало, да, такие, как Тотти, да, которые играли до скольки лет, Занетти, то же самое, да, Гиггс, это же, это уникумы в футболе, если бы все так могли сохранять здоровье, и так играть в пожилом возрасте, да, то средний возраст футболистов был бы, ну, 35 лет бы, понимаешь, вот, а когда мне говорят, ты что, 33 года, это еще вон, вот есть Занетти, да, который там, Гарри Невилл, там, играл, понимаешь, вот, я всегда смеюсь таких, ну, это неучи, понимаешь, которые в футболе не разбираются, неучи, и все со своим мнением лезут, вы сначала хотя бы проанализируйте возраст средний игроков на этих позициях, да, и посмотрите, кто хорошо играет, а кто сдает, да, и в 33 года на фланге уже не играют в хороших клубах, ну, там, знаешь как, единицы есть, да, высокого класса игроки, но вот Юветусе играл Лихштайнер, он уже не тянул, его поэтому сбагрили в Ацинал, эти, эти рады, там в Лондоне, игрока опытного взяли, и я так смеялся с этим, чуть со стула не упал, ну, вы что, вы еще сухого у нас купите, тоже вы опытный, состоялось несколько интересных трансферов в чемпионате России, Самуэля Жиго из Спартака купили в Лион, и для Спартака это большая потеря, ну, это действительно высококлассный защитник, я не знаю, как они могли, вообще его заманить чемпионат России, да, ну, кто у вас, Кутепов с Джеки будет играть в обороне, да, с Бакетти, ну, ладно, но, взяли Караваева на правый фланг, это, в принципе, для Спартака неплохой трансфер, но у вас справа есть молодой и перспективный рассказов, да, рассказов у вас там есть, и Коля теперь, Коля теперь будет вне состава, что ли, я не понимаю, вот этого, у них есть свой хороший, но, в перспективе рассказов не уступает Караваеву, зачем вам Караваев, это же вообще смешно, но, с другой стороны, с другой стороны, мы отправляем скаута за рассказов, большая вероятность того, что в конце сезона рассказов скажет, а что вы мне сказки рассказываете, я хочу уйти, потому что, понятное дело, что они покупали Караваева, да, не для того, чтобы он в запасе сидел, Караваев будет играть в основе, Ионова взяли за 2,6 миллиона из Ростова, Валера Карпин там заливается, наверное, да, он 8 голевых передач, но это в Ростове он там, Спатаке, ну, я не знаю, как он будет играть в Спатаке, но, это, конечно, это, конечно, смех Алеши Ионов за 3 миллиона 30-летнего игрока взяли, его единственное, что он умеет, это бегать, вот бегать он умеет, но в 30 лет он уже быстрее бегать не станет, больше того, через год он уже будет бегать медленнее, да, а нужен Спатаку медленный игрок на этот фланг, но он лучше Самедова, наверное, да, в его нынешнем состоянии, но, тем не менее, тем не менее, все-таки, я вам так скажу, это все равно слабый, слабый трансфер, Ташаев, у них все-таки, как заиграть не может, но вот, у Спатака с трансферами в этом отношении беда, да, Михаил Игнатов ушел в Хабаровск, но перспективный, плеймейка, 18 лет всего, так, дальше смотрим, Урал, Урал взял Сапету из Нижнего Новгорода, ну, прямо, скажем, Сапета вечно в Урале находится, ну, и вот Маргасов, неплохой трансфер из Казанки, локомотив, он, видимо, не нужен, ну, и деньги, на все это появились после того, как Роман Емельянов еще летом ушел в Краснодар, вот решили футболисты, не, руководство Урала решило таким образом усилиться. Ну, и отметим, у Урала тоже бесплатный трансфер Евгения Чернова, я его не заметил, честно скажу, да, потому что он без клуба, я бы его бы взял, пока, сейчас в свою команду, но Урал неплохо укрепился, тем более, за бесплатно, это хороший трансфер. Енисей никого не купил, продали, отдали в аренду Юрия Нестеренко вратаря, но Енисей мало кто ждал, что они будут вообще силой в этом сезоне, да, но, видимо, Дамир Шовсич подписанный, вот он стал как раз таки тем футболистом, который стал их двигать вперед, ну, Тимур Жамалединов понятное дело, Никита Чернов тоже хорошее подписание и за счет аренд Енисей, вполне неплохо укрепил проблемные точки, да, и начал дальше идти подниматься вверх по таблице. Зенит никого не подписал, отдал там двух молодых в аренду, Ахмат взял Логашова и Бурмистрова, Логашов, ну, тоже на край, хороший защитник, вот, и Бурмистров, ну, насчет Бурмистрова я не знаю, стоил ли он своих денег, но, видимо, Ахмату нужен был такой игрок, у них ушел Лародолфа, 36-летний, но это, правда, центральный, да, защитник, и кто у них будет играть в центре, наверное, Паша Аликин, которого они у нас летом купили, Анжи, несколько трансферов, в аренду Михаил Гащенков, на свободном трансфере взяли Воронина, корейца вот купили в центре обороны, Ян Кукчул, мы его, наверное, не предупредили, что платить ему денег не будут, хотя он северный кореец, они к этому привыкли, из команды Хваебул, но я из команды с таким названием тоже бы, хоть в Анжи бы уехал, это Валера Миронов, это Ориген, да, ну и ничего такого у Анжи там нет, Тула двух игроков взяла, Никиту Бочарова из Ардабасы, ну, техничный игрок, но психологически не самый хороший, и Никита Киселев бесплатный, ничего такого, ЦСКА, Юра Газинского и Константина Рауша, Рауша из Динамо за 3 миллиона практически, за Газинского, ёлки-палки, за Газинского, 8 миллионов, вот Галицкий, конечно, ну, чтобы Гиннар так обосрался, это я первый раз такое вижу, ну, куда 8 миллионов платить за Газинского, 29-летнего, если бы было лет 25, я бы еще понял, да, а тут, ну, честно сказать, я поражен таким решением руководства ЦСКА, 9 миллионов потрачено, трансферы очень странные, динамовцы Москвы, Шахлудина Уткина взяли, Шахлудин Уткин, это перспективный парень из Чертанова был, Дмитрия Баринова взяли в аренду, и в аренду взяли Николаса Горобчова, но еще и Маркову удались в аренду стать крыльем советов, интересно, поработали, и заработали они, конечно, мощно, Жаазинья ушел в спал, Рауш ушел в ЦСКА, то есть, Динамо в плюсе, в денежном, Краснодар, Краснодар никого не взял, зимой в аренду отдал Ивана Игнатьева в крылья советов, и Рустама Холназарова в факел, вот это интересно, ну, нам Уткин достался тоже неплохо, крылья взяли двух игроков в аренду, чтобы выбраться с шестнадцатого места двух нападающих, возможно, Марков и Игнатьев как раз те люди, которые смогут поднять команду. Локомотиву тоже нужно выбираться из низов, они продали Соломона Кирквелью в Китай за 10 миллионов, но Кирквелья был одним из сильнейших защитников Локомотива, 27 лет самого расцвета сил, ну, 10 миллионов это тоже неплохая цена за такого игрока, тем более за легионера, можно податься соблазну и продать. И в итоге они взяли Сандра Вагнера, 31-летнего немца, ну, игрок с именем, но Локомотив вот любит дедушек собирать, а потом разводить ручками и говорят, а что же у нас не получается, там, один сезон затащили, а потом уже все, пошло по одному месту. Ну, потому что таких игроков берете. Ну, Сандра Вагнер неплохой футболист, но как он будет играть за Локомотив скоро посмотрим. Рынбург никого не приобрел, Ростов Максима Плакущенко взял и Алексея Гасилина, но Гасилин за те деньги я тоже рассматривал приобретение Гасилина и скаутил его, но все-таки решил, что у меня в команде есть форматы сильнее и Гасилин даже несмотря на 20-го года скорее всего не пробьется в основу, а значит будет деградировать. Деградирующий нападающий мне не нужен, поэтому пусть играет лучше в другой команде. Ну, Адионова, Логашова сбагрили и Александра Захарова в аренду в Брянское Динамо. Вот так вот Ростов усилился, Арубин никого не взял, Рубин только Егора Сорокина отдал в аренду Урал, все, больше ничего. Спартак, Караваев, Ионов, Уфан, вот всех посмотрели. Наигрываем мы новую тактическую схему с двумя, ну, один теневой фор, другой атакующий полузащитник, суперсвязка из Манчестер-Сити, Браим Диас и Фил Фодан. Не знаю, как они будут проявлять себя в матче с серьезными соперниками, но у Спартака, Ионов и Караваев правый фланг очень мощный, вот, но, в принципе, посмотрим на супер атакующую схему Уфы, потому что мы первый матч кубкового противостояния со Спартаком проиграли, и поэтому сегодня нам нужно выйти и, ну, скажем так, отомстить Спартаку, по крайней мере, играть смело, играть в атаку, играть более активно, вот, Ионово тоже необходимо сдерживать, выигрок в составе, потому что, ну и, скажем так, я выбрал состав и тактику, которые дают возможность победить сегодня, ну и Уфа в черной, своей самой красивой, как считают, болельщики в форме, Спартак классической, красно-белой, ну, может быть, черная форма нам принесет сегодня успех, результат, играем, правда, красным этим мячом, который, чтобы увидеть, нужно обладать овлиным зрением, но, у нас и Уткин тоже новый игрок, и вот, Браим Диас забивает сразу с передачи Дани Уткина, у меня, конечно, ну, опять-таки, есть вопросы по некоторым игрокам, но здесь и Фил Фоден, и Уткин поучаствовали в этой комбинации, Фоден предголевой пас, Уткин голевой пас, Диас гол, три арендованных игрока соорудили гол, но с возможностями Уфы, конечно, если мы хотим добиваться результата, приобретать к себе в клуб супер качественных игроков возможностей мы не имеем, но брать их в аренду, да, тем более в партнерстве с Манчестер Сити, пожалуйста, мы рады всегда, ну, и посмотрим на Бронапотека, у него на левом фланге будет много работы, сегодня там Ионов и Караваев как раз таки новенькие игроки Спартака будут наверняка стараться проходить по этому флангу, вот, так что у Патчека работа будет, заодно и мы на него посмотрим, Камбаров на ударной, ну, здесь, конечно, Дима Камбаров положил, чего мы не ожидали, да, то случилось, Камбаров взял и не навесил, а пробил, ну, здесь и Белинов не выручил, но, к Белинову вопросов минимум, потому что, когда соперник бьет так, тут, ну, Тиль немножко не успел, да, а Камбаров в притирку со штангой пробил и попал, Караваев, кстати, голевую передачу отдал, вот, но, что поделать, что поделать, нам необходимо идти вперед, нам необходимо забивать голы, поэтому, здесь не может быть, ну, каких-то претензий у меня к игрокам, да, то, что они здесь не досмотрели, ну, потому что, Тиль не самый оборонительный футболист, да, и поэтому сложно представить себе такой вот футбол, ну, может быть, мы больше в наступательном стиле будем действовать, Дивеев там проиграл вверх, Пауревич упал, но пенальти судья назначать не собирается, похоже, Ионов выдает передачу на Педро Рошу, Педро Роша хитрый, оформил в прошлом нашем матче, и здесь, ну, что происходит, кошмар, что там было, этот мяч, по-моему, вообще никто не видит, не только я, но и игроки, поэтому нужно в комитет писать, в РФС, чтобы они такие мячи запрятали, ну, игроки явно его не видят тоже, они там стоят, все в шоке, и ни наши не видели, ни спатаковцы не видели, никто не видел, и они все стоят, и как-то, что происходит, где вообще этот мяч, не понимаем, и правильно, что игроки на это внимание обращают, Фил Фоден идет вперед, катит на Игбуна, Игбун, ну, там, Селихов отбил, видимо, но, опять же, я тоже этот мяч вижу плохо, ставь палец вверх, если ты не видишь, но Дивеев увидел, пробил Селихов, надежно сыграл, ну, в принципе, игра равная, игра равная, но очень хорошо флаги защиты с Фатака взаимодействует, мы там остальных всех разбираем, там, я хочу увидеть другую команду во втором тайме, Фодену, Игбуну, попрошу играть осторожнее, Фоден выглядит напряженным, ты не напрягайся, ты играй, Фил, играй, мы правда вот так вот сделаем, теневым, еще одного теневого выпустим, таким вот образом будем играть, может быть, это поможет, Караваев, ну, хорошо, против него сыграл Патека, ну, вот как раз таки, собственно, зачем нам Патека и нужен, он вот за такими моментами нам и пригождается, Петро, нет, там уже пройти не дали, там уже все под контролем, все надежно, Тиль бил, неточный удар от Оливье, выше ворот, на мяч прошел, Ионов сыграл с Бакетти, вот здесь бы отобрать у него мяч и в контратаку полететь, но не смогли, вот сейчас Уткин, может быть, придумает пас, придумай, Данечка, пас, но вперед желательно было, ну, вот сейчас уже лучше, Патека, пока в атаке Патека не заметен, он больше сосредоточен на обороне в этом матче, Живоглядов, вперед на Тиля, Тиль может выдать вперед на Игбу, на Игбон, долбей ударом, но что ты будешь делать, пробил, ну, пробил прямо в голкипера, возможно, я произведу замену, да, вот тут только вопрос, кого менять, Игбуна опустить ниже, ниже, ну, Флотом уже устал, давайте Игбуна ниже опустим, а в нападение выпустим Бизяка, потому что Ловра свеженький, и нам сейчас плана Бизяка нужен, футболист нападения, не плана Заура Садаева, но если бы нужен был игрок плана Заура Садаева, я бы Заура Садаева бы и выпустил, вот, а я решил, что Бизяк нам поможет именно конкретно в этой игровой ситуации, Фернандо может исполнить, он не попадает по воротам, это хорошо, так, у нас уже выглядывала желтая карточка, самое время дебютировать, наверное, Шамсидину Шамбиеву, там его позиция, ну, и матч такой, кубковый, может быть, кто-то скажет, ничего не решающий, но я не соглашусь, любой матч, это, ну, скажем так, возможность себя проявить, себя показать, и если Шамбиев себя хорошо проявит, то это, конечно, будет большим подспорьем для него в дальнейшем, но пока 1-1 мы в гостях играем, нам нужно забивать два мяча для того, чтобы проходить Спартак, ну, два мяча забить Спартаку на его поле, задача сложная, и я сомневаюсь, конечно, в том, что мы ее решим, вот, но есть еще одна замена у нас, и я думаю, что Иванек выйдет вместо Игбуна, все-таки, у он же Иванека есть возможности для того, чтобы добавить что-то интересное в нападение, но и в то же время Иванек значительно лучше, чем Игбун, ориентирован на оборону, Оливье идет в атаку, и вот пас хороший выдает на Иванека, Иванек возвращает, Оливье бьет, Селихов на месте, не сказать, что мы Спартаку уступили по игре, ничья, наверное, справедливый итог этого матча, но может что-то измениться в концовке, почека хорошо пяткой отдает, Дивеев заброс вперед, ну куда ты там забрасываешь так, это нужно делать нежнее, как будто ты с женщиной обращаешься, а не с мечом, если ты так с мечом обращаешься, то я твоей жене не завидую, вот, Самедов идет по флангу, ну вырезал Самедов хорошо, вот можно там кто-то потрунивает над Самедовым, но я могу сказать, что в этой ситуации он очень правильно сыграл, если говорить о новичках, то меня порадовал и Уткин, ну и Фодан сыграл неплохо, в принципе, и я могу быть довольным по чекам, то есть мы за Спартаком, со сильным соперником сыграли в гостях на равных, да, отдали мяч, но играли неплохо, я скажу так, что мы не должны были проиграть по сумме двух встреч, конечно, нельзя давать там слабяной какая-то ребята, молодцы, как у нас там в спортивной психологии вообще не разбираются эти наши там тренеры, эксперты, команда проиграет, они говорят, ну недотерпели, ну боролись, бились, я всегда вот за такое, да, вспоминаю Константин Ивановича, при Константине Ивановиче Бескове, боролись и бились, это само собой разумеющееся, и за это хвалить нельзя, хвалить можно только за достижение результата, я как любой вид спорта включу, понимаешь, сейчас смотрю, там, биатлон, или там, лыжи, или там, футбол, хоккей, не важно, проиграли, но ребята бились, я говорю, юки-палки, вы совсем страх потеряли, вам надо сборной Советского Союза было поиграть, там, знаешь как, ты не будешь бороться, ты не попадешь в эту команду вообще, и ты должен не бороться и биться, а побеждать ты должен, а не бороться, и когда, когда я там смотрю, этот, биатлон, да, там эти фуркады, шпарят только так, бьерндаллины, понимаешь, а наши вечно там Женечка и Сашенька терпят, они, до финиша, терпят, я всегда, ну, что за терпилы у нас такие, почему бьерндаллин едет, да, этот фуркад гонит, понимаешь, а наши терпят, потому что они дилетанты, что ли, полные, я не знаю, если ты всю жизнь этим спортом занимаешься, ты не терпеть должен, получать удовольствие от того, что ты всех обгоняешь. В следующую стадию проходит Тула, проходит Динамо, проходит Спартак и Краснодар, они разыграют чемпионство, ну, Пачека дебютирует, Тамаров отчитался о Фодане, ну, спасибо, Сергей Александрович, мы получили 52 тысячи за участие в четвертьфинале кубка, ну, вот тоже, да, кубок России, 52 тысячи призовой фонд, вот сейчас, да, это, это за четвертьфинал, представляешь, четвертьфиналист должен уж получать какие-то более солидные деньги, чтобы команды могли бороться, да, чтобы у команды премьер-лиги был стимул за этот кубок играть, а тут 52 тысячи получил, это во многих командах 52 тысячи это недельная зарплата одного игрока, ну, что за призовые такие, давайте призовые больше, ну, хотя бы 500 тысяч евро, да, за четвертьфинал, а за победу в кубке, там, давайте 5 миллионов, и тогда команды очень даже будут играть и бороться за этот кубок, ну, и Зенит вот уволил Симака, хотя, опять-таки, да, как Зенит, как Зенит укрепился в это трансферное окно, никак, ну, никак не укрепился, ну, что вы хотите, покупайте футболистов, я не знаю, кто за это там отвечает, Симак, или спортивный директор, но состав у Зенита, конечно, он не на 9 место в чемпионате России, да, но все-таки, знаешь, как тут это большие проблемы, именно руководство клуба, да, но у Зенита три поражения всего в чемпионате потерпел, Туфы, Едисей, и Крыльев Советов, ну, много было просто ничьих, где не везло, но так, в общем, Зенит, уж не сказать, что прямо проваливает сезон, да, не так много проигрывает, и сейчас, если бы команда набрала ход, мне кажется, они бы смогли найти в себе силы и играть хорошо, но я напомню, да, что буду очень рад вашим пальцем вверх, вашей поддержке, подпискам на канал, да, не забывайте на уведомления, тоже подписываться, чтобы колокольчик у вас был нажат, рядом с кнопкой подписаться, да, для тех, кто не знает, чтобы не пропускать премьеры, например, серии бубнов менеджера, вот, также могу вам сказать, могу вам сказать, чтобы вы подписывались и на группу ВКонтакте, и на Твич канал, есть ссылки, они под видео находятся, и там много всего интересного, дальше, что касается нашей, нашего дальнейшего расписания, у нас Спартак, будет еще один матч со Спартаком, возможность поквитаться с Франком Дебуром, но это ничья, конечно, не поражение, но все-таки очень хочется на открытии арене сыграть хорошо, мы остаемся в Москве, Сталпера сейчас сыграем, потом снова сыграем со Спартаком, вот, так что у нас интересные московские каникулы, представить, по итогам которых мы хотим как можно больше очков набрать, но все это будет уже в следующей серии, спасибо всем, кто смотрел, надеюсь, что вам понравилось, всего самого хорошего, удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok,